Акции основных компаний-эмитентов Башкортостана упали в среднем на 7%. Об этом сообщил директор Уфимского филиала компании БКС Мир Инвестиций Сергей Сорокин. В частности, стоимость обыкновенных акций Башнефти с 15 января снизилась на 9%, привилегированных на 6%. В целом, середина января российский рынок ценных бумаг переживает крупнейшее падение с начала пандемии за один день. В апреле 2020 года индекс Мосбиржи терял 5%, а в январе этого года он снизился на 6,5%. Акции крупнейших компаний Яндекс, Сбер, Газпром подешевели на 5-10%. По словам экспертов, обрушения показателей связаны с ростом геополитической напряженности вокруг России. На этом фоне многие участники рынка решили свести риски к нулю и избавиться от некоторых ценных бумаг. В том числе с российского рынка при таких высоких геополитических рисках выходят иностранные инвесторы. А иностранные инвесторы имеют очень большую долю на нашем рынке. И, соответственно, как только они выходят, они выходят просто для того, чтобы снизить рынки, снизить риски свои. У них свежи в памяти воспоминания 2008 года, когда падение рынка было практически ответственным и очень сложно было закрывать позиции и вводить деньги. Эксперты говорят, дальнейшее развитие событий зависит от разрешения ситуации на границе с Украиной. Движение на рынке начнется сразу после конкретных договоренностей между сторонами, а именно Россией, США и НАТО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова